И сейчас хочу показать вам, как же мы можем зарегистрироваться в данной компании, и что для этого нужно. Для этого нужно войти по ссылке человека, который вас пригласил, вы проверяете фамилию и имя, и потом просто нажимаете на вот этот оранжевый линк, и вас перебрасывает на страничку регистрации. Здесь мы выбираем, обязательно ставим точку, инкарикату. Инкарикату это значит партнер, потому что вы можете быть также клиентом компании. Мы нажимаем инкарикату, выбираем страну, в данном случае я выберу Испанию, Spain. Так, я здесь не вижу кода, потому что здесь должен стоять код. Так, один момент, поэтому это очень важный момент. Всегда смотрите, чтобы были все графы заполнены, и чтобы вы не попали к кому-то, либо под компанию. У вас должен быть здесь написан код пригласителя 719, 010719. И нажимаем зарегистрироваться. И сейчас нас перебрасывает на страничку регистрации. Здесь, вверху, мы пишем имя человека, которого хотим зарегистрировать. Пишем имя и фамилию. Выбираем пол, в данном случае это женщина. Выбираем дату рождения. Сначала выбираем год рождения. Так, год рождения. Потом выбираем месяц. И выбираем число. И таким образом у нас уже есть дата рождения. Потом мы пишем место рождения. Обратите внимание, что с левой стороны мы обязательно должны написать место рождения. Лого Динащита. Запомните, это место рождения. Записываем. Так, секундочку. Пишем. Брест. В данном случае я напишу страну, но страну не надо писать, потому что здесь есть еще во Франции такой же город. И пишем обязательно провинцию, либо область. Это Брестская область. Поэтому пишем. Здесь только пишется две буквы. Кодич и фискаль. Здесь записываем наш ДНИ, то есть документ, либо номер паспорта. Обязательно записываем. 7988. И с правой стороны мы пишем адрес. Обязательно записываем наш адрес. Пишем улицу, номер дома и номер квартиры. Обязательно записываем почтовый индекс. Почтовый индекс пишем тоже здесь же. Чита это город. Записываем город. С правой стороны это не срабатывает. Это провинция. Она не срабатывает, поэтому оставляем. Ничего не записываем. Телефон. Телефон мы не пишем. Это стационарный телефон. Мы просто пропускаем эту строчку. Не записываем сюда мобильный телефон, потому что не пропустит регистрация. Обязательно пишем мобильный телефон только в следующую строчку, где написано челлюляры. И записываем наш мобильный телефон. Ставим плюсик. Ставим код страны обязательно. И потом пишем номер телефона. Записываем наш e-mail. И идем дальше. Проверяем e-mail, потому что обязательно, я вас предупреждаю, будьте очень внимательны с e-mail, потому что некоторым не приходят e-mail на почту. А это очень важный момент, чтобы был контакт с компанией. Поэтому всегда проверяйте все данные регистрации. Потом продолжаем. С левой стороны дати гифаторационе. Мы оставляем здесь но. То есть у нас спрашивают различные у нас данные с фактурой. Мы пишем нет. Здесь записываем наш пароль. Пишем пароль. С правой стороны даются данные, банковские данные. Это номер счета ИВАН и коды SWIFT или BIG. Но мы пока его не заполняем. Опускаемся дальше. И нам остается только согласиться условиями компании. Нажимаем отчету, то есть я согласен или согласна. И подтверждаем. Если у кого-то долго нет регистрации, вы должны проверить, все ли правильно было заполнено. И таким образом нам говорят о том, что регистрация прошла успешно. И что на наш имейл были высланы данные человека, который только что зарегистрировался. Сейчас мы попробуем войти в бэк-офис. Входим в бэк-офис по нашему коду. Обязательно записываем наш код и наш пароль. И нажимаем, как всегда, логин. И нас перебрасывает сразу в наш бэк-офис на главную страничку. Здесь наш юзернейм, это наш код. Вот, показан наш адрес. Ниже опускаемся, что, значит, у нас сеть. Только что зарегистрировалась в моей структуре Татьяна. Тут тоже всегда все указано, когда и время регистрации. И если мы хотим посмотреть на нашу структуру, мы нажимаем. Мы только-только начали сейчас регистрации. Поэтому у нас еще очень мало людей. Мы только сейчас начали регистрировать. Но уже можно видеть, как это все выглядит. Мы можем на каждого человека подвести мышкой и посмотреть его личные данные. Вот только что зарегистрировалась Татьяна. И есть ее личные данные. Очень интересное расположение. Вот, поэтому, друзья мои, это очень удобный бэк-офис. Я уже смотрела, мне очень понравился. Дальше у нас идет профиль. Проверяем профиль. Проверяем, все ли правильно. Можно выбрать фотографию. Здесь можно поменять пасворд. А также здесь указано, где мы родились, наши данные. Также есть раздел клиенты. Клиента у нас пока нет, поэтому мы его не видим. Ничего, никого не видим. Потом у нас есть эвалид, где будут все наши начисления. Здесь мне идет указание о том, что я не заполнила банковские данные. Также нужно будет потом отослать компанию и документы на проверку. То есть, как обычно, вот, потом дальше я вам все покажу. Очень интересная моя страничка веб. То есть, у каждого будет своя страничка веб. Здесь находится наш линк. Вот, можно копировать наш линк. И потом заполнять персональную страничку веб. Здесь мы напишем номер нашего мобильного телефона, адрес нашего эмейла. Записываем коротко информацию о компании и сохраняем. Сохраняем, чтобы потом было можно ее отсылать своим друзьям и знакомым. А это можно сделать тоже здесь же на страничке веб, нажав InVita on Amigo. Здесь можно, если мы, вот, за последний час мы можем послать там 20 приглашений, за 24 часа 100, за неделю до 400 и за месяц это 500 приглашений в компанию. Нужно только указать имя, фамилию вашу и эмейл, кого вы приглашаете. Ну, извините, мы пишем имя и фамилию человека, которого мы хотим пригласить сюда, а также его эмейл. И только нажимаем и все, ваша страничка веб уже готова, заполнена. И она идет просто вашему другу по данному эмейлу. В разделе документы здесь можно скачать документы, пока только мы видим на итальянском языке, а также потом нужно будет нам тоже послать верифицировать наши данные. То есть мы, letter di in carico, это, значит, подтверждение нашего адреса, мы выбираем файл и сделаем, выбираем файл, файл прикрепляем его. Потом фотокопию нашего удостоверения личности, либо паспорта, то же самое. И чисто для Италии есть еще фотокопия специального фискального документа, юридического документа. Но это только для итальянцев. Мы тоже это не заполняем и не посылаем ничего, здесь просто пропускаем. А также нас просят две маленькие фотографии формата документа. То есть мы должны тоже послать еще фотографии. Когда здесь файлы будут все выбраны, мы просто нажимаем и отсылаем в компанию. И ждем уже подтверждения, и ждем верификации. Но я думаю, это уже мы сделаем ближе к сентябрю, ближе к открытию компании, либо когда откроется компания, пока спешить не надо. Сейчас наша задача это пригласить как можно больше людей, сделать структуру, потому что с 5 сентября начинает работу наша компания. Поэтому я еще раз подчеркиваю, что стратегия нашей работы это 5 лично приглашенных. И таким образом можно построить очень хорошую структуру, чтобы потом зарабатывать очень хорошие деньги. На этом все. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего. До следующих встреч. Если у кого-то будут какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь, звоните по скайпу, по ватсапу. Под видео будет размещен мой скайп и ватсап. Пожалуйста, обращайтесь в любое время, и я постараюсь ответить на все ваши вопросы, потому что я нахожусь постоянно в контакте с моим спонсором, который непосредственно подписан под компанией, который встречается, на днях будет встречаться с президентом компании. Поэтому все свежие новости всегда будут. И у нас будет чат. В чате будут все основные новости. Итак, еще раз я желаю вам всего хорошего. До свидания.